МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинается у памятника основателю нашего города Петру Первому. Торжественный митинг возложения цветов – все это входит в программу праздника. По традиции ежегодно таганрожцы начинают праздновать День России с возложения цветов к памятнику основателю города Петру Первому. В Таганроге день рождения реформатора и новый праздник отмечаются одновременно. Первый российский император Петр Алексеевич Романов родился 9 июня 30 мая по старому стилю 1672 года. В 1698 году на берегу Азовского моря на мысе Таган-Ирог основал Троицк на Таганроге, который потом стал называться Таганрогом. Он стал первой военно-морской базой России, первым российским портом на открытом морском побережье и первым городом в стране, который был построен по регулярному плану. Таганрожцы чтят память основателя города и каждый год собираются у его памятника. Я здесь русским именем, когда-то нарекли, гляжу в озер России, в полях ромашки рву. Зову тебя Россию, единственной зову. Представители местной власти, общественность, депутаты, почетные граждане, студенты и молодежь города, прежде чем возложить цветы, говорят патриотические речи и вспоминают исторические моменты города. Поздравляю вас с Днем России. В этот день мы острее чувствуем свою связь с прошлым, настоящим и будущим своей страны. Острее чувствуем себя единым многонациональным народом. День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности. Гордость за свою страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, в том числе и к малой родине. В этом году мы отмечаем государственный праздник на фоне особого интереса к донской истории. Наша Ростовская область отмечает свое 80-летие. И жизнь города Таганрога, полная славных, героических, иногда трагических событий, является частью истории Донского края, истории России. Россия – это мы, это наш дом, это наши дети. Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником и желаю мира, добра и благополучия, счастья и тепла в ваших семьях. С праздником! После торжественного митинга и небольшого концерта горожане выпустили в небо воздушные шары и возложили живые цветы к памятнику Петру Первому. 4 июня в Таганрогском Чеховском театре состоялось закрытие 190-го театрального сезона. На закрытии давали премьерный спектакль, с которого театр начинал юбилейный сезон. Зрители увидели «Сон в летнюю ночь» по пьесе Вильяма Шекспира в постановке «Зура Банана Башвили». Все подробности в нашем материале. Заядлые таганрогские театралы никогда не пропускают таких событий, как открытие и закрытие театральных сезонов. Тем более, что в этом году он был юбилейным – 190-м. К этой дате чеховцы подготовили пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь». Спектакль получился необыкновенно легким, ярким, ироничным и современным. После его просмотра захотелось вернуться к классике и перечитать Шекспира заново. А такое побуждение, вероятно, самый главный комплимент режиссеру, который тоже когда-то в один день обернулся на классику. «Сон в летнюю ночь» – это спектакль о чувствах, купить которые невозможно, о магии любви во всех ее проявлениях – от томной неги до необузданной страсти и умопомешательства. Об актерах, не замечающих насмешек высших сил, о бескорыстной, неистребимой и трогательной преданности их театру, о самом нелепом из увлечений – увлечении театром, оказывающимся тем единственным сном, развеять который невозможно, и тем единственным чувством, которое нельзя подменить. С первой же минуты и до финального поклона зал эмоционально был с артистами, сопереживал, смеялся, удивлялся режиссерским находкам. По традиции, на закрытии сезона в финале на сцену выходит вся театральная труппа, а не только те, кто были задействованы в спектакле. Цветы, аплодисменты – все это заслужили актеры Чеховского театра, которые в течение всего сезона дарили зрителям свою любовь и мастерство. Поздравить коллектив театра с закрытием юбилейного сезона пришла заместитель главы администрации города Ирина Голубева. Она вручила художественному руководителю театра Сергею Герту «Благодарственное письмо» и пожелала театру как можно больше ярких, запоминающихся, волнующих зрителя премьер. Хочу пожелать новых творческих успехов, благодарных зрителей и много-много аплодисментов. В 190-й сезон было много замечательных спектаклей. Были премьеры, такие как «Сон в летнюю ночь», были полюбившиеся уже нашему зрителю спектакли. Был проведен замечательный детский театральный фестиваль. Впереди в сентябре нас ждут новые спектакли, ждет возрождающаяся традиция нашего города чеховских театральных фестивалей. Поэтому мы ненадолго вас отпускаем и надеемся на новую встречу. Кроме этого, Ирина Голубева вручила худруку Сергею Герту и актрисе театра Ольги Белинской памятные знаки к 80-летию Ростовской области. Еще два актера были отмечены таганрогскими меценатами. Премии за лучшую мужскую и женскую роли получили молодые актеры Роман Пылаев и Марина Дрень. Мне хочется сказать большое спасибо всем, кто был с нами в этом сезоне и кто, надеюсь, будет с нами. Мы вас любим и ждем. До новых встреч! Несмотря на то, что официально театральный сезон закрыт, чеховцы продолжат работу над новым спектаклем, премьеру которого зрители увидят очень скоро. Сезон был очень насыщенный. И, ну, такое понятие театральный сезон, оно, ну, вы понимаете, оно довольно-таки условное. Несмотря на то, что сезон закрыт, но в театре сейчас активно идут репетиции, мы репетируем новый спектакль премьерный по пьесе Мольера «Лекарь по неволе». И надеюсь, что к концу июня эта премьера будет выпущена, но это уже будет премьера следующего сезона. И мы уходим в отпуск. И в августе, я надеюсь, если все будет нормально, мы приступим к репетициям уже другого спектакля. На новые онлайн-кассы обязаны перейти все предприниматели Таганрога до 1 июля. Новые устройства должны передавать информацию о пробитых чеках в онлайн-режиме через интернет. Эта система должна усилить контроль за денежным оборотом. По такой схеме у фирмы не будет шансов что-либо скрыть. Как идет работа по замене кассового оборудования, нам рассказали в инспекции Федеральной налоговой службы по городу Таганрогу. Онлайн-касса – это устройство, выдающее кассовый чек и передающее сведения о продаже в налоговую инспекцию через интернет. С 2017 года перейти на такую технику постепенно должны большинство розничных продавцов. С 15 июля 2016 года вступил в силу федеральный закон номер 290 ФЗ о внесении изменений в закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. В соответствии с новым порядком применения ККТ, данные онлайн-кассы должны передавать сведения о расчетах и в налоговые органы через оператора фискальных данных. Также с 15 июля 2016 года была предусмотрена возможность добровольного перехода на новый порядок применения ККТ. А с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое действие и налогоплательщики должны неукоснительно соблюдать требования законодательства. При этом те налогоплательщики, которые не обязаны были применять ККТ, срок перехода на новый порядок использования онлайн-кассы установлен до 1 июля 2018 года. Внешне контрольно-кассовая техника с 2017 года не стала другой. Изменилась ее начинка. Это те же самые модели, но с новой электроникой. Теперь у всех кассовых аппаратов должна быть возможность подключаться к интернету. Несмотря на возникающие на первых парах сложности, специалисты говорят и о ряде плюсов нового закона. Во-первых, контрольно-кассовую технику можно регистрировать через интернет. Больше не нужно это делать в отделении налоговой. Эксперты также уверены, что при такой системе бизнесмены будут освобождены от многих выездных проверок налоговой инспекции, ведь данные ведомства будут системно поступать онлайн. Переоснащать парк контрольно-кассовой техники предпринимателям приходится за собственный счет. Точную стоимость переоснащения парка определить сложно, так как она напрямую зависит от количества и конкретных моделей касс, которые планирует закупить предприниматель. Приобрести новую контрольно-кассовую технику можно у различных поставщиков, но для того, чтобы сопоставить, допустим, уровень цен, я бы все-таки рекомендовал налогоплательщикам предварительно ознакомиться с ценами на сайтах производителей, для того, чтобы сделать оптимальный выбор. Тем более, что диапазон кассовых аппаратов достаточно широк, и прежде всего налогоплательщику необходимо определиться с теми требованиями, которыми он предъявляет к приобретаемому оборудованию. Для помощи предпринимателям в новом процессе в каждой налоговой инспекции всех регионов открыты информационные классы. В Таганруге они проходят по пятницам с 14 до 16 часов в кабинете номер 102. Здесь предприниматели могут найти ответы на свои вопросы. У меня возникли вопросы по регистрации кассовой техники. Я надеюсь, что я получу у вас ответы. Мы устанавливаем на все магазины онлайн-кассы. Хотелось бы узнать, конечно, как это происходить и будет. То есть самостоятельно разобраться не смогли? Нет, нет. Конечно, хочется получить ответы на мои вопросы. Услугами информационных классов уже воспользовалось немало таганрогских предпринимателей, что вполне понятно. Вопросы есть, есть и ответы на них. Тем более, что времени на переход на новую технику осталось совсем мало. Праздник, посвященный закрытию экологического марафона среди школьников, прошел в Таганроге. Он назывался «Экология природа человека» и был юбилейным десятым. Какие проблемы волнуют молодых экологов, узнаем из материала Елены Титовой. Я обнял в лобус, шар за мной, и что-то сделалось со мной. И вдруг шепнул, не солгу, тебя, родной мой, сберегу! Таганрогские школьники участвовали в марафоне в течение всего учебного года. Посвятили его Году экологии в России. Участвовали в различных акциях, которые проводил город. Это «Поможем дереву», проводили уходные работы у памятников природы нашего города. Убирали набережную, садили деревья в день древонасаждений. Участвовали в играх, путешествиях по нашей родной стране. Ребята принимали также участие в конкурсе плакатов, посвященном Году экологии. Ребята принимали участие в нашем конкурсе на лучший костюм из отходных материалов. Школьные команды подготовили интересные презентации, где рассказали о своей работе, исследованиях и природоохранных акциях. Наша команда – зоосащитники окружающей среды. Наш девиз – «Мы не хотим стоять в стороне, мы за порядок на нашей земле». Вот вы видите, у нас есть охотник, и это все кошки. И мы хотели рассказать о том, что не надо убивать зверюшек, потому что убивать их не надо, они очень хорошие, и также могут с вами подружиться. Марафон «Дело долгосрочное», говорят его организаторы – педагоги школ и Дворца детского творчества. Он обязательно продолжится в новом учебном году. Воды водоемы что-то выливают, мы же эту воду пьем и заболеваем. Вает дым клубами воздух с фабрик и заводов. В смоге не убить им звезды, не найдем дорогу. Впереди двухмесячник, посвященный охране Азовского моря. Ребята обязательно побывают в Азовмор-информцентре, где в лабораториях этой организации юные экологи научатся брать анализы воды из залива, на предмет загрязнений и многое другое. Маленькие звездочки Дворца культуры фестивальны отмечают юбилей. Образцовому вокальному ансамблю исполнилось 15 лет. Юбилей решили отметить большим концертом, который прошел в Зеленом театре парка имени Горького. Маленькие звездочки Маленькие звездочки – так называется детский образцовый вокальный ансамбль, который существует на базе Дворца культуры фестивальны уже 15 лет. Он был создан в 2002 году. Тогда в составе коллектива было всего лишь три человека – Анна Горобинская, Мария Арсеньева и Михаил Алдунин. Сегодня первые участники коллектива уже стали взрослыми, учатся в вузах, им на смену пришло немало юных талантливых вокалистов. Об этом и многом другом участникам юбилейного вечера напомнила директор Дворца культуры фестивальны Людмила Поддублея. Дорогие мои, я сто процентов уверена, что сегодня нет здесь равнодушных людей. Потому что идешь по городу Таганрогу, смотришь, сколько много цветов. Красивых, замечательных, ухоженных. Но понимаешь, что самые лучшие цветы, самые дорогие и дома, и во дворце, и здесь сейчас – это наши дети. Мне очень хотелось бы немножечко так сказать. 15 лет тому назад создался ансамбль, очень интересно создался. Влились коллектив, молодые специалисты во дворце. И у каждого из них семья и маленькие дети. Все ходили на работу с маленькими детьми. Дети учились ходить, говорить, естественно, петь и танцевать. И мы их соединили, и получился замечательный такой пендем. Дети, звездочки маленькие, дети дворца. Дети эти выросли уже 8, 10, 11 класс, уже заканчивают институты. У каждого есть своя дорога. Но самое главное, что самое замечательное детство прошло во дворце культуры. Мне очень хочется, чтобы у этих детей также было замечательное будущее. Естественно, с чистым небом, без войны, с нашими родителями. Чтобы было в семье все хорошо. И дай Бог, чтобы все получилось так, как дети задумали. Спасибо большое, а детей с праздником. Сегодня в маленьких звездочках занимаются две группы ребят. Самым маленьким от 4 до 6 лет. В основной концертный состав. Они перейдут в 6-7 лет и будут заниматься во второй группе до 14. Однако даже тем, кто уже выпустился из звездочек, по достижению возраста приходят сюда на концерты. И этот юбилейный вечер не стал исключением. Хочу пожелать коллективу процветания, творческих побед, счастья и всего самого наилучшего. Сегодня руководит вокальным коллективом Марина Дорожинская. В репертуаре ансамбля песни самых разных жанров. Это несколько десятков композиций. Дети поют преимущественно детские песни о мире, о дружбе. В этом году мы еще решили взять, немного расширить наш репертуар в стиле ретро. То есть дети узнали много новых песен годов 60-х, 70-х. Им оказалось это очень интересно. Маленькие звездочки уверенно идут по дороге творчества, радуя своим талантам. Свидетельством этому являются многочисленные победы на конкурсах и фестивалях самых высоких рангов – международных, всероссийских и региональных. За 15 лет солисты ансамбля стали лауреатами международных фестивалей конкурсов «Окно в Европу» и «Открытая Россия», Парижского фестиваля «Русское слово, русская душа», «Азовская волна», «Голоса 21 века», «Ангел-хранитель», «Мать планеты». И это далеко не весь список побед. Я в коллективе нахожусь уже два года всего лишь, но уже успела познакомиться поближе со всем коллективом и узнать их ближе. Самой любимой песней является, конечно же, «Мои соло», но самая любимая – это «Лев и Бродобрей». С ней мы занимали первый и второй лауреат. Где занимали? В каких конкурсах участвовала? Участвовала в «Южном ветре», участвовала в «Голубь мира» и в многих других тоже. Весь вечер на сцене «Зеленого» театра парка имени Горького звучали лучшие музыкальные номера маленьких звездочек. Их поздравляли выпускники ансамбля и танцевальные коллективы Дворца культуры фестивальной. Стаганрогские музеи давно стали не только собранием артефактов, но и просветительскими центрами города. На днях в музее «Лавка Чехова» состоялась интересная встреча с артистами театра «Никин дом из Москвы». Гости представили постановку по рассказу Чехова о вреде табака. В этот день гостями музея «Лавка Чеховых» стали представители театральной интеллигенции города, работники музеев, журналисты. Зрителям был показан спектакль, повествующий о судьбе слабохарактерного подкаблучника. Тип героя, который часто встречается в чеховской прозе. Спектакль, созданный для интеллектуального созерцания, играется и на русском, и на французском языках одновременно, что подчеркивает типичность ситуации. Как мы помним в рассказе Чехова о вреде табака, мы слышим монолог одного героя. Режиссер-постановщик Ника Косинкова решила вести в действие и второе лицо – жену главного героя. Ее играет Елена Шкурпелла. Наш французский гость Сериль Грио владеет и русским, и французским языками. Он ярко представляет главного героя, который идет читать лекции о вреде табака, хотя сам является страстным курильщиком. Во время действия лектора заносит, и он рассказывает не только о вреде курения, но и делится деталями своей нелегкой жизни. По ходу постановки зрители много смеялись, отлично реагировали на игру актеров, а по окончании спектакля обсудили увиденное. И зрители, и наши гости, похоже, остались довольны друг другом. Чеховский текст, здесь документы, все, что за многие годы наработали наши сотрудники о Чехове и его семье здесь, в Таганроге. Остается выразить пожелание, чтобы такие встречи в лавке Чеховых и в других музеях Таганрога были почаще. На этом информационная часть нашего выпуска завершена. Я с вами прощаюсь и еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски вы можете пересмотреть на сайте www.taganrog.ru.